Всем доброе и счастье, дорогие друзья! Меня зовут Стас, вы на канале Мистер Момент 1, а это Skyrim Anniversary Edition и DLC под названием Стража Рассвета. Мы находимся в Каирне душ, мы уже освободили мать Сираны, которую зовут ВВВ, как-то на ВВВ, я забыл, Валерика. Да, ее зовут Валерика, мы с ней пообщались, свиток забрали, с драконом сразились, но он уже опять воскрес и давайте узнаем, что она от нас хочет. Кванарин? Мне казалось, ты мертв. Броклян, но не мертв. Обречен вечно существовать в этом облике. Бойман между вас, единок, жизнью и смертью. Почему ты хочешь говорить? Я знаю, между славными воителями есть кодекс чести, и думаю, что могу доверить мои слова твоим ушам. Ну давай. Мои когти рвали плоть врага несчертное число раз, но никогда я не терпел поражения на поле брания, потому я нарек тебя почетным именем Кванария, или покорителем на твоем языке. Ты достойный противник, твоя сила не меньше моей. Эти слова большая честь для меня. Подлезал, так сказать. После нашей битвы к Кванария у меня возникло желание говорить с тобой. Я просто хочу со всем почтением попросить... Еще и квест мне дашь? ...одолжение. Какое одолжение? Я провел в Каирне душ бесчисленные годы, обреченный служить идеальным повелителем. Но до того я парил в небесах Тамриэля. Я желаю вернуться туда. И что тебя останавливает? Боюсь, время проведенное здесь оставило неизгладимый след. Нерушимые узы связали меня с этим жутким местом. Если я покину Каирн душ, сила моя начнет таять капля за каплей. И в конце концов меня не станет вовсе. Чем я могу помочь? Я доверю тебе свое имя. И дам право вызывать меня. Когда ты будешь в Тамриэле, покажи мне эту честь. И я буду сражаться на твоей стороне, как твой грозим Азин. Союзник в бою. И научу тебя своему духу. Ого! Просто назвать твое имя, будучи в Тамриэле, это все? Для тебя это может ничего не значить. Для меня же это очень важно. Я не требую ответа к банаринам. Просто обрати взор к небесам и назови мое имя, когда сочтешь, чтобы пришло время. Почему ты оказался в Каирне душ? Было время, когда я называл Тамриэль своим домом. Но оно так было. И в лесах Ариэль и дома сбежали сосредоточку. Но все уже и неистовые кровопролитные битвы. И ты тоже сражался? Да, но в отличие от моих соплеменников, я искал другие. Выходящие за рамки обычных способов сохранить свое превосходство. Я начал изучать то, что дома нарекли Алок-Дилон. Древнее запрещенное искусство, которое вы называете некромантией. Значит, ты искал ответы в Каирне душ. Идеальные повелители уверили меня, что меня никто не сможет одолеть. Что я смогу призвать в свою армию... Короче, его тоже наебали. Взамен я должен был служить им хранителем. До тех пор, пока не умрет та, что называет себя Валерика. Они не сказали тебе, что она бессмертна? Я слишком поздно обнаружил, что идеальные повелители больше ценят обман, чем честь. И не собираются освобождать меня от обета. Они могли контролировать мой разум, но, к счастью, не могли овладеть моей душой. И поэтому ты теперь свободен? Свободен? Нет. Я провел здесь чересчур много времени, Кванарин. Каирн душ стал частью моего существа. Я никогда больше не смогу назвать своим домом Тамриэль. Или я погибну. Единственная надежда, что вызвав меня, ты позволишь мне насладиться драгоценными моментами пребывания там. Кванарин? Почему ты зовешь меня так? На моем языке Кванарин это покоритель. Тот, кто победил в бою своего собрата Дова. Собрата Дова? Я не дракон? Даже сюда, в Каирн душ, полетела до меня весть о твоей победе над пожаранием мира. Может ты и не Дова, но победа над Алдуином дает тебе право так называться. Хорошо. Ладненько. Увидимся, братан. Я тебя обязательно призову. Скорее всего, ты очень мощный дракончик. Так, смотрите. У нас обратный путь. И, следовательно, нам нужно зайти к чуваку, который хотел череп коня, и к торговцу. То есть, вот это вот два таких момента. Которые нам нежелательно упустить, потому что они, во-первых, на обратном пути. Во-вторых, по-любому нам не помешало бы получить что-то сверхурочное за то, что мы здесь пребывали несколько серий подряд. Поэтому двигаемся потихонечку. О, коняшка бегает. Коняшка, коняшка. Так, где-то тут я взял квест. Если я не ошибаюсь. А он торговец. Торговец, торговец. Ну-ка, иди-ка сюда. Ну что, есть у тебя стручки душ? Или просто голову мне морочишь? Осталось что-нибудь на продажу? Ну конечно. Чего тебе надо? Меч. Легкая броня. Книга заклинаний. 25 стручков. Тяжелая броня. 25 стручков. Книга заклинаний. Меч. Ну, давай легкую броню. Страшно, жалко отдавать. Но с другой стороны, мне-то это зачем? Может, я теперь просто душа? Но товар даром раздавать не собираюсь. Принеси мне хотя бы 25 стручков. Тогда и поговорим. А у меня нету больше, да? Ну, тогда это того не стоит. Ну, блин, смотрите. Я что у него получил? Броня темных соблазнителей. Вампирская королевская броня. Эти перчатки. Эльфийские наручи. Ну, они по броне не очень. Но у них прикол есть с одноручным оружием на 20% больше урона. В принципе. Так. Ну, неплохая. Неплохая шмотка за 25 стручков. Но искать еще отдельно? Не. Не, мне это не интересно. Странички джоуба тоже бы найти. Но, блин, это какая-то дичь. А ты из живых? Наверное, это мое воображение. Так, слушай, а где этот чел с конем? Он дальше тут, да, по-моему, был? Чел с конем. Чел с конем. Странички джоуба, блин. Найти бы, конечно. Пусто. А если пусто, значит, мы забрали страничку. Потому что странички около сундуков валяются. Тут очень много постройок. Очень большая местность. И я бы не хотел на это тратить время. Они следят за нами. Мой, блять. Вообще. Нет? Нет. А где этот челик-то? Так, ну давайте посмотрим. За грани смерти. Вернуться в Тамриэль. Ля-ля-ля-ля-ля. В поисках истины. Ля-ля-ля-ля. Та-та-та-та. Добыть кровь орка. Разное. Выучить первое слово крика Дернивира. Вызвать Дернивира в Тамриэль. Добыть камень сущности душ. Водоем Холодный Ветер. Надо убить тамошнего великана. Вернуться к Эсберну. Вернуть череп Орвака. Орвак. Опа. Вернуться к Эсберну. Будешь знать. Куда? Вернуться к Эсберну. Вернуться к Эсберну. Лежать. Ну это, конечно, знаешь, кощунство, что они... Хочешь моего совета? Никогда не мухнусь идеальными повелителями. Они этого не любят. Метку бы поставили на этого челика. Но мне ему надо отдать. Оставь меня. Где я его теперь найду? Ну типа это вообще бред. Чё мне теперь его отдельно искать? Ну мне его искать надо будет. А чё я сделаю? Ну серьёзно? Ну окей. Могли бы не ставить метку на череп. Но это было бы прям читерство. Но уже когда квест надо сдать... Ну могли бы уже. Я помню, что он стоял в каком-то проходе под каменной аркой. Ну мы чё-то подходили к тому челику. Это не он оказался. Но мне запомнилось так. Я не знаю. Ну типа... Кзы? Может этот? У меня почему-то такое воспоминание было. Спасения нет. Хм. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Просто иду. Ну я как бы ищу этого челика. Плюс в надежде может ещё страничек найду. Потому что это по сути самые активные квесты, которые... Здесь были. Ещё какой-то камень душ надо найти. Но это уже совсем чё-то жопа какая-то. Какая-то непонятная дичь. Ну блин, да посмотри какая-то площадь. Но это же нереально. Ребят, ну это нереально. Это огромная херобора. Я не знаю как это назвать. Скучная, непонятная, большая херобора. Которая нихрена непонятно как изучать. Как не ориентироваться. Может ещё 25 ручков наберу. Можно у торговца... А чё бы у него ещё купить? Том заклинаний? Какое-то редкое заклинание выучить. Потому что... Вот эти латы, они ну такие себе. Ну ничего супер-сверхсекретного в них нету. Идёмте искать этого придурка. Почему я помню, что вот этот хрен мне дал квест? Я поднимаю меч, чтобы ударить того некроманта. А в следующую секунду оказываю здесь. Что случилось? Ты попал в жопу. Вот что случилось. И как-то тут и жутковато. Пусто. Ничего нет. Такое себе. Просто не нравится локация. Мне что не нравится мир двимеров. Это подземные пещеры не понравились. Что вот этот кайрн душ. Ну прям душнило. Я вообще хотел сегодня уже в этой серии как бы конец DLC посмотреть. Надеялся на это. Потому что вроде три свитка у нас. И вроде как там финальный... Лишь те, кто долго страдал. Особенно найти... Вроде как финальный замес должен быть между Стражей Рассвета и вампирами. Который будет управляться этим... Забыл как его зовут. Ну этим главным. Архи-вампир. А я сейчас бегаю и ищу, блядь, чувака, чтобы сдать ему квест. Потому что я не знаю, я вернусь сюда или нет. У меня квест уже выполнен. И мне нужно просто его сдать. Блядь. Рож. Ребят. Где ты? Так, давайте к этому челу подойдем. Ну что? Ну, у меня столько дел, даже не знаю. Ты что издеваешься? Ник заклинания. Ага. Вот, держи. Я там ни слова не понимаю. Может, хоть тебе пригодится? Я рада, что мы нашли свиток, но... Хотела бы я, чтобы она могла пойти с нами. Да это я понял. Да не могу я пойти домой. Мне нужно сдать. Ну, хотя бы череп сдать. Ну, хотя бы этот квест. Уж ладно, я о многом не прошу. Вон, еще одна арка есть. Может, он там стоит. Но его было бы видно, наверное, отсюда. Блядь. Ну, где ты? А, у меня аж рука зачесалась. А ты еще откуда? А ты еще откуда? Слушай, что я доверяю тебе. Там уже вход к Валерике идет. Может, с левой стороны. Может, вот по той. Как я так не запомнил? Вообще, этих духов издалека видно. Ну, вот прям видно очертание. Какой-то такой дымочек фиолетовый. И, в принципе, можно к нему идти. Ты? Блядь, ты лучник. Ты не тот чел. Блядь, нихуя не тот. Я живу в темном мире, куда не проникает ни один луч света. Луч света. Хуе-то. Тоже не она. Ну все, идем на выход. Я не вижу смысла сейчас блуждать, искать этого челика. Который хер знает где. Ну и... Почему? Почему он ушел? Блин, ну разработчики, ну почему вы так сделали? Ну зачем? Ну зачем? Зачем? Ну зачем? Просто зачем? Объясните мне. На. У. И. А. Либо, конечно, я, может, баг поймал. Я что-то это... Сомневаюсь. Что в сдаче квеста можно поймать баг. Блин, может ты? Представляешь, в ней в Эльсвейре пришлось побывать. Странное, чудесное место. Эльсвейр. Ладно, сейчас забираюсь повыше, осматриваюсь. Опа. А вот это какая-то неожиданная хуйня. Смотри, вон огонечек. Мы там были. Обычный камень. То есть это какой-то супер сундук мы забрали, да? Ну как? Ну как супер сундук? На этом все. Что за уведомление у меня тут? Заебал. Ладно, все, двигаемся на выход, ребята. 20 минут, блин, мы чем, на разговоры и на поиске этого хрена потратили? Ну... Зачем вообще такое нужно? Я разочарован прям сильно. Я все хотел вернуться, короче, в скорейном стримах. По воскресеньям делать, по выходным, не знаю, с какой недели. Прохождение, потому что все-таки здесь нужно много времени. И она такая неспешная, спокойная, можно с чатом общаться. Вот. Но теперь я не знаю. Она как-то, знаешь... Держись подальше от кристаллов, а не то станешь одним из нас. Как-то меня немножечко это... Ну вот... Демотивировало, что ли. Я не знаю, как это сказать правильно. Ну, типа... Перестало мне нравиться. Вот, по крайней мере, в этой локации вообще. Камень-душ. Вот что это было. Крики. Они терзают меня. Не могу этого выносить. тю 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 ладно возвращаемся блин может все таки финальчик достанем было бы хорошо и потом чисто оставить уже на стримах остальное прохождение Все, мы возвращаемся в Тамриэль, блядь, наконец-то Выполнено за грани смерти Так, и шо теперь мне надо? А, мне отсюда нужно выйти просто А ты мне что-нибудь скажешь? А тебя не смущает, что мы работаем против твоего отца? Ты переживаешь, если нам придется убить его? Если, а мне казалось, по-другому и не выйдет Я пытаюсь с этим смириться Пошли, можем поговорить об этом в другой раз Ладно Вообще, по идее, типа, сюда можно будет возвращаться Вроде как Вот это каирн душ Балкон волкихара Что это, наверное? Где теперь выход-то найти? Я уж не помню ни хрена Вообще ни хрена не помню Где? А, вот Потому что такие лабиринты мы проходили Неимоверно огромные, жуткие, длинные Вообще непонятные С горгульями мы тут дрались У-у-у Уж позабыл Как здесь все это было Нудновато Ебать Мы до сих пор бежим В смысле? Мы до сих пор бежим Бля, а прикинь Это все строить Тут люди, наверное, поколениями Строили этот замок Потому что, ну, это пиздец Такие развилки Всякие вот эти мостики Чего, блин? До сих пор бегу Охренеть Че, серьезно? Вы меня заставите бежать обратно? Прям заставите? Неужели нельзя было срез придумать? Опа А че это закрыта дверь? Еще и на эксперте закрыта Да, ну нафиг? Ладно, поплавнее Угу Понял Да, блядь Ну почти А, то есть Не понял Блядь, куда идти? И нахер я взламывал эту дверь? А, здесь у нас Оружейная Оружейная Оуу, элифийский лук изгнания Сколько у тебя? 36 урон Ну я тебя возьму на всякий случай Ну так До прикола Я думаю, что сюда взламываться-то надо было Оказывается, здесь Сохранятся вещи Типа как оружейная Ладно Оуу, бля Как долго Пиздец Пиздец Как долго 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 Куда Куда идти Так Куда 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 Помогите Помогите Их Я не понимаю Нет, не сюда Блядь, а куда Вообще Тупик Обманка Ааа Я начинаю Это паниковать Серьезно Куда 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 Может Факел Взять Ну Это меч Я вроде Вот уже Уже Вижу Откуда Откуда Тянет Так Адепт Это проще Сундук Телес Афир Все что ли Это выход Вроде Яруик Становится Крупнее На Вот Этой На Компасе Да Вот Здесь Выход Блядь Серьезно Разработчики Вы не могли Срез Сделать Ну Ну Вот Это Вообще Удручает Ребят Ну Вы Понимаете Все Так Ладно Берем Наш Гибкий Древний Лук И Идем В замок Получается А Нам еще Нужно Выйти Чтобы Этот Чувак Прочитал Остальные Все Свитки О Да Финалом Здесь Еще Не Пахнет Полчаса мы просто пытаемся обратно уйти Со свитком Ебать По-моему, прямо Прямо Двигаемся А я мог с балкона вулкихара Телепортнуться сразу Ребят Потому что я и туплю Мне надо было выйти на балкон и оттуда телепортнуться Мало ли, знаешь Скорим Скорим, скорим Так Куда мне надо? В стражу же, да? В наш замок? Ну, блять Е Е, бля Е Удалить Бля, почему карта не работает? Ладно, переместимся сюда сначала Я не знаю, что с картой происходит Почему край не виден Да-да-да А сейчас я не могу Потому что я рядом в районе А ты еще откуда Заебись Надо было в каком-нибудь рифте переместиться Тупанул Ебать, а что там Месяца? Так, а вы за мной что ли? Вампир? Ебать А вы что делаете? Вам что надо-то от меня? Бля, я же лут не смогу с вас забрать Да ты угораешь? Да ты угораешь Так, а что там по крику-то? Так, так Магия Крикинг Вызов Да Да Девушки отдыхают Я не могу а почему а почему не рад не срабатывает я хотел его призвать дерни веру слышь мой голос и приди из каэрн душ я призываю тебя в час нужды проклятие никогда угасания 5 5 300 типа нельзя вырвать а нет смысла одно слово не срабатывает дюр 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 надо двигаться быстрее солнце ясно счет не работает может быть чисто в каир не душ его можно призывать а толк тогда от него хотя уже нам говорил что нужно в там рель но типа он хочет попасть нихуя не понимаю что делать вообще надеюсь твоих странств мне очень жаль друг мой но я не ебать к слив почему что стряслось это моя вина я так спешил прочесть первый свиток что пренебрег правилами предосторожности я думал что мне это не повредит но ошибся и теперь на твоих глазах повязка ты слеп до боюсь что как-нибудь можно тебе помочь нет все должно идти своим чередом и есть вероятность что я уже никогда не оправдываться значит для нас все окончено нет есть и другой путь вопрос в том чем ты можешь рискнуть чтобы найти лук ауриэля что мне нужно сделать я не могу гарантировать что это тебе не повредит слепота станет самой малой из твоих забот не беспокойся об этом просто расскажи мне по всему там риэлю разбросаны уединенные поляны пред есть одна и в скайриме сосновом бару если провести на поляне ритуал мотылька предка можно получить ответы которые вы ищете объяснить что это за ритуал нужно будет осторожно снять кору с поющего дерева что в свою очередь привлечет к вам мотыльков когда мотыльков соберется достаточно они откроют вам второе зрение необходимое для чтения свиток аккуратно добыть кору как это по традиции на поляне предков вам также понадобится особый инструмент называемый нож скобель всех жрецов мотылька обучают этому ритуалу но немногим выпадает шанс провести его можете считать что вам повезло если у вас получится не нужно прочесть свитки в каком-то определенном порядке я понял изведения древний свиток который предрекает вызов богам кровью смертных ключевой для пророчества древний свиток солнца добавлено что пошло не так расшифровка древнего свитка это вовсе не чтение требуются определенные ритуалы и сосредоточенность чтобы осилить единственный свиток могут уйти месяцы или даже годы и потом еще не один месяц на восстановление как мотыльки связаны с древними свитками ну тебе несомненно уже ясно что нас не случайно именуют жрецами мотылька голос мотыльков предков всегда был неотъемлемой частью чтения древних свитков от мотыльков и звука то не услышишь не то что голоса конечно они не читают свитки в буквальном смысле но представляют связующее звено с древней магией что позволяет жрецам расшифровывать свитки когда найдешь поляну прислушайся ты услышишь их песню тихую мелодичную трель и сплетают хор предков придавая ему подобие примального он становится инструментом для прочтения свитки и как это помогает жрецу мотылька рядом с лицом есть мотыльки предков он может воспользоваться пророческими предсказаниями мотыльков лишь самые упорные из жрецов способны на это требуется долгие годы практики чтобы научиться толковать мелодию тогда какие вообще у меня шансы тебе удалось преодолеть долгий путь и найти не один древний свиток веришь или нет но у свитков есть собственная воля если бы они не хотели попасть тебе в руки они бы этого не думаете как и потому я не сомневаюсь что тебе предопределено услышать хор предков есть лишь один способ это проверить разве это обычное явление что жрецы мотылька терять зрение счастье это неизбежность с которой приходится мириться читая древние свитки обычно этого не случается но я недостаточно подготовился вот все ясно удачи надеюсь ты найдешь желанные ответы так чё-то подорвался да поташь что это блять остальное за тобой вот-вот-вот хороший кадр было на превью стараюсь вытащить давайте ребят сохраняться я не знаю когда скорее вернется нам нужно до пройти хотя бы это делать и я так считаю потом как получится как пойдет не знаю вот но ближайшее время скорее мы не будет ну не знаю там недельку наверно точно можешь полнедель как получится все на этом и заканчиваем всем большое спасибо за просмотр если было интересно обязательно поддерживайте данный ролик лайком и канал подпиской с включенным колокольчиком чтобы не пропускать новое прохождение с вами был мистер момент будьте здоровы смотреть так хорошие фильмы и играйте только в хорошие игры всем удачи и всем пока